Александр Анатольевич, дорогие коллеги, добрый день. Прежде чем приступить к своему сообщению, я хотела бы выразить слова благодарности за возможность поучаствовать в таком актуальном вебинаре и обсудить действительно очень значимую на сегодняшний день тему. Это полипы толстой кишки, но именно небольшие полипы, потому что таких пациентов у нас действительно немало. Пациенты задают очень много вопросов и, по сути, зачастую эти вопросы желательно бы обсуждать именно с врачами-эндоскопистами. И поэтому сегодня я постараюсь вкратце обрисовать именно проблему, которая есть в нашей клинической практике гастроэнтерологической и, наверное, задам все насущные вопросы к врачам-эндоскопистам, к патоморфологу. И мы постараемся провести соответствующую дискуссию, чтобы у нас уже, в общем-то, была ясна ситуация. Вообще, полипы толстой кишки, мы сами прекрасно знаем, что такое полип, да, мы прекрасно знаем, что сам по себе термин определения полипа, он носит описательный характер и, по сути, не несет никакой сущности патологического процесса. И, конечно, безусловно, большая часть полипов является доброкачественными образованиями, но в некоторых случаях они, конечно, могут перерождаться в онкологический процесс. И поэтому зачастую, в любом случае, если мы получаем эндоскопическое заключение, где фигурирует полип, в первую очередь мы должны рассматривать это как предраковое заболевание и стремиться к профилактике вообще возникновения онкологического процесса у такого пациента. Конечно, основной метод диагностики полипов – это колоноскопия, именно поэтому сегодня основная нагрузка, наверное, в этом плане будет ложиться на врачей-эндоскопистов в плане ответа на вопросы и пояснения вот такой ситуации. Но прежде чем приступить вот к тем клиническим примерам, которые я хотела бы сегодня показать, несколько слов хотелось бы сказать еще и о факторах риска развития вообще колоректального рака. Конечно, в группу риска попадают лица старше 50 лет, лица, которые имеют неблагоприятный семейный анамнез. Мы знаем о том, что если имеется наличие злокачественных опухолей в двух поколениях, наличие рака у родственников первой линии в возрасте до 50 лет, то, конечно, этот пациент попадает в группу высокого риска по колоректальному раку. И хотя наследственная предрасположенность существенно повышает риск развития колоректального рака, тем не менее, большинство случаев заболеваний выступают как спорадические, то есть, по сути, что мы имеем в виду. Вот пациент с факторами риска. Это курильщик, это может быть пациент, был употребляющий алкоголем, это могут быть лица, приверженные в диете с высоким содержанием животного жира, Это пациенты, имеющие не просто избыточный вес, а ожирение, которое само по себе также повышает риск развития колоректального рака, особенно чётко данная взаимосвязь прослеживается у из мужского пола. И, конечно, наличие воспалительных заболеваний кишечника, например, болезнь крона, язвенный колит, сахарный диабет, которые существенно увеличивают риск развития колоректального рака. Если говорить о клинических проявлениях полипов толстой кишки, очень частый вопрос от пациентов, а как клинически это проявляется? Потому что если пациент обращается с болями в животе, с дутьем, урчанием, нестабильным стулом, конечно, безусловно, наши пациенты на сегодняшний день имеют хорошую доступность к любым средствам массовой информации, гаджетам, планшетам. Они открывают и читают, что такое полипы, какие бывают полипы, какая бывает клиника и, в общем-то, какие осложнения. Поэтому, конечно, большая часть думает в первую очередь об онкологическом процессе. Но ведь часто бывает так, что нет никакой клиники. И действительно, ведь полипы, как правило, до определенного времени, в общем-то, пациенты не беспокоят и случайно обнаруживаются при эндоскопическом исследовании или, допустим, рентгенологическом. И вот у меня был недавно случай. Молодой мужчина, 38 лет, за компанию со своим приятелем, пошел обследоваться, потому что действительно не посещал давно медицинские центры, врача. И у него выявили инфекцию хеликобактер пилори. Пациент провел радикационную терапию, но на этом фоне у него возникли боли в животе, и он решил дообследоваться полноценно и выполнить колоноскопию. Конечно, его жалобы, связанные с болями в животе, с повышенным вздутием, они были ассоциированы исключительно с той антибактериальной терапией, которую он получал при проведении радикации. Но, тем не менее, при колоноскопии было выявлено два полипа размерами до сантиметра. Конечно, была взята биопсия, гистологическая оценка, и была выявлена тубулярная аденома. Казалось бы, да, вот размер до одного сантиметра, но, тем не менее. Если бы пациент не пошел проводить радикационную терапию, у него не появились подобные жалобы, то, вероятнее всего, в дальнейшем уже данные полипы были бы выявлены совершенно на другой стадии процесса. Но бывает так, что в некоторых случаях, когда мы говорим о больших полипах, могут быть и дискомфорт, и боли, и нарушения стула, которые, в общем-то, зачастую могут быть и проявлениями других заболеваний. И в тех случаях, когда полип располагается в нижнем отделе кишечника, например, прямая или фигмовидная кишка, полипы могут проявляться в виде полоски крови или слизи на поверхности каловых масс. Но здесь тоже пациент, если это видит регулярно, конечно, он обратится к врачу. И вот я сейчас приведу два клинических примера. Первый пример – молодой мужчина, 34 лет, он обратился ко мне с жалобами на боли спастического или нойщего характера, которые оккупировались или уменьшались после акта дефекации. У него плотный стул, один раз в два-три дня, без патологических примесей и часто вздутие живота. Что у него в анамнезе? Вот данные жалобы около пяти лет, периодически возникают боли с чередованием диареи или запора. У него ожирение второй степени, у него офисная работа, в основном он сидит, он курильщик со стажем и алкоголь по выходным дням, водка или виски в небольших объемах, как он утверждал. Ну, здесь, конечно, всегда все это относительно, пациент зачастую не может нам ответить на этот вопрос, насколько все-таки алкоголь он принимает даже в неделю. Пациент пришел уже с результатами колоноскопии, которая была выполнена за 4 месяца до обращения. И что там было написано? Плохая подготовка на доступных осмотрах участков без видимой грубой патологии. Конечно, исходя из анамнеза, исходя из жалоб, ему был установлен предварительный диагноз СРК с запором, назначен комплекс обследований. Я повторно все-таки рекомендовала ему выполнить колоноскопию, поскольку в предыдущий раз, тем более 4 месяца назад, и была плохая подготовка, у него опять имеются подобные жалобы. Ну, и, соответственно, на время, пока он будет готовиться, ему была назначена терапия с пазмолитиками. Но, вероятнее всего, все-таки в пазмолитике оказали свой эффект, и пациент не выполнил все рекомендации, а обратился повторно только через 6 месяцев. Дело все в том, что, почему он обратился, он перенес РВИ, после этого он сильно принимал много разных лекарственных препаратов, у него опять усугубилась ситуация с животом, у него опять появились боли, стул со склонностью к послаблению, иногда даже алая кровь. Он объяснял это обострением геморроя, который у него имелся когда-то ранее. Самостоятельно пытался лечить себя, но эффекта особого не отметил, а учитывая его наследственный анамнез, дедушка и тетя, рак сигмовидной кишки, он все-таки обратился для дообследования в связи с боязнью обнаружения у себя опухоли. При обследовании клинические биохимические анализы без каких-либо значимых отклонений, кальпротептин действительно повышен, да, мы увидим 232, во всех остальных анализах никаких отклонений. А вот по колоноскопии у него был выявлен полип восходящего отдела ободочной кишки 0,9 см, внутренний геморрой обострения, гистологически тубулярная аденома. Ну, конечно, была выполнена полипоктомия. И вот здесь после первого клинического примера у меня возникает вопрос, вопрос в первую очередь, да, к нашим уважаемым врачам-эндоскопистам. Все-таки какова вероятность пропуска полипов во время колоноскопии? И влияет ли качество подготовки на выявление этих полипов? И как правильно подготовить пациента к колоноскопии? И кто, собственно, должен готовить пациента и все это объяснять? Это первая ситуация. И второй клинический пример. Это уже женщина, 49 лет. Она также обратилась ко мне с жалобами на боли ноющего характера в животе, который оккупируется после акта дефекации. Стул периодически кашется образный, иногда даже жидкий, с единичными прожилками крови. Тоже, опять же, да, вот пациент, у которого есть хронический геморрой, пациентка, я тоже считала, что это связано именно с обострением геморроя. Очень часто у нее вздутие живота. В анамнезе у нее 10 лет назад выполнена холецистоктомия по поводу желчнокаменной болезни, но вышеописанные жалобы ее активно беспокоят около двух последних лет. Она принимала самостоятельно спазмолитики, ферменты, абсорбенты, пробиотики, то есть большой спектр препаратов с периодическим улучшением. Она также офисный сотрудник, у нее бывает погрешность в диете. Пациентка не курит, но алкоголь бывает в небольшом количестве по праздникам, как она говорит, пока у сухого вина. Выполнена колоноскопия. Что у нее по колоноскопии? Да, действительно, хронический внутренний геморрой без признаков кровотечения. И вот смотрите, эпителиальное образование прямой кишки до 9 эпителиальных образований диаметром от 0,5 до 1 см. Естественно, выполнена биопсия эпителиального образования прямой кишки. И по заключению патоморфолога у пациентки описан так сформированный воспалительно-гиперпластический полип. Конечно, ей проведена плановая электроэкстезия образований прямой кишки. Через 6 месяцев выполнен контроль колоноскопии и никаких дефектов слизистой, объемных образований не выявлено. Ей рекомендовано было врачом-эндоскопистом контроль через 2 года. Но пациентка, естественно, почитала информацию, обсудила со своими родственниками. И она действительно была беспокоена этим вопросом. Как же так? Только через 2 года? А вдруг будет повторное полипообразование? А возможно ли перерождение в рак? И, в общем, очень много-много вопросов в связи с этой ситуацией. Тем более мы видим, что у нее был не один полип. И вот здесь у меня опять возникают вопросы. Могут ли полипы рецидивировать? И от чего это зависит? Какова вероятность малигнизации небольшого полипа толстой кишки? И какие существуют вообще морфологические варианты полипов толстой кишки? Что, в общем-то, ожидать? И как в дальнейшем мы этих пациентов, по сути, должны вести? Потому что, смотрите, пациенты тоже очень зачастую пытаются сами какими-то консервативными путями решать вопрос для лечения полипа, если полип уже обнаружен, но не произведена полипоктомия. Бывает так, что произведена полипоктомия, но пациент все равно ищет пути и средства, чтобы минимизировать риски рецидивов или повторных образований полипов, ищет какие-то лекарственные методы, и использует различные биологически активные добавки. В общем, я даже не стала приводить те лекарства, которые зачастую пациенту употребляют. Еще один вопрос. Нужно ли назначать полипоктомию пациентам с полипами, которые визуально небольшого размера, и, допустим, действительно много полипов, нет необходимости в удалении, или, допустим, произведена гистология, и тогда уже в зависимости от того, какой получим гистологический результат. И как в дальнейшем нужно наблюдать за пациентом с небольшими полипами толстой кишки, то есть как часто выполнять контроль колоноскопии. Потому что, видите, в этом случае пациентке была рекомендация через 2 года. Но пациентка обеспокоена, и она готова каждые 6 месяцев выполнять, собственно, колоноскопию. Вот, дорогие коллеги, вот такие вот вопросы, их немало, но это актуальные вопросы, которые действительно на сегодняшний день поступают, и мы должны на них ответить.